и неровный шоссе сейчас чекаем что у нас будет по зараженным и выпуливаем всех душ выпуливаем все всем привет с вами при сегодня рассмотрим всадьбу 11 сложности 11 ключика нам удалось пройти ее в таймер сразу же небольшой спойлер но немножко один из боссов нас наказал какой увидите чуточку дальше ну что ж начинается ключ сразу же мопцы души которые особо опасного ничего не делают делаем их full за пул конечно же если на них не висит какой-либо зараженный аффикс если на какой-либо душе есть зараженный аффикс то либо также пулем ее играем через нее либо просто-напросто кидаем контроль в зараженную душу но при этом выпуливаем все остальные а уж только потом пулем зараженного мопца в принципе это основной способ действия и основной способ убийства мопцов на этом модификаторе который начинается с 10 ключа далее нам прохнет абсолютно рандомная дверь предугадать это относительно невозможно либо справа вниз мы пойдем там охотники мопцы стоят их просто вытаскиваем из вот этой вот комната через которую мы сейчас пройдем либо же мы пойдем слева снизу сразу же к боссу триаде к трем девочкам либо же мы пойдем вверх налево аналогично к ним только чуточку через долгое пространство либо же как мы сейчас идем через право вверх это путь напрямую к боссу с кливами с вызовом мопцов которые бафают его на пять процентов дамага босс рал прожорливый трэш к нему не особо напрягающий лишь только стоит учесть тот факт что много личинок в этом коридоре и эти личинки любят плодиться делается каст заражения это каст в игрока в нем помещается это же самая личинка которая кастовал этот каст и по окончанию дебафа через 10 секунд из игрока вылезут две личинки не очень приятный каст так как это увеличение количества мопцов а на каком-либо модификаторе по типу некротического не особо скажется хорошо для танка чистим трэш убиваем его тот момент когда уже выйдем из коридорчика и начнем подпуливать мопцов дальше будут мопцы чуточку интереснее вот эти варда лаки к примеру прыгают но опасности не особо представляет бьют по чуть-чуть прыгают редко все очень легко столбом шоссе накроешь при заражении ну и пошел вообще отсюда тогда я обиделся ладно хоть не котелок это хорошо на чужого когда на хищниках один нет ты ходил пойдешь не знаю нормально давно уже не знаю всегда не пойду ты сегодня хотел сходить к нам с вами дрейк дрейк когда пулем комнату стоит учесть что самое главное случайно не нужно задеть босса если он спулится он начнет аое косты которые делаются очень часто и бьют очень больно к тому же модификатор этой неделе тиранический и босса нужно савейдить а авейт радиус у него очень большой то есть убежать от него в принципе почти невозможно поэтому скорее всего он просто-напросто вас шотнет не испытывайте судьбу и аккуратно пульте трэш по трэшу можно выявить лишь только двух мопцов которые кастуют звонок к обеду это небольшой аое каст в малом радиусе кастующийся около 3 секунд и просто-напросто сбивающийся если вы не собьете этот каст то на попавших игроков в эту область повешается дебаф немоты я думаю никому не хочется ловить немоту поэтому просто-напросто кикаем косты мопцу убиваем личинок убиваем личинок с модификатора зараженный и радуемся жизни убивая всю комнату трэша молодец да пока тоже там крюшка такая больная мы сейчас все сведем туда да и все убьем через хрюшку мостом продану успели да конечно если бы не успели это бы сразу было видно по анимации горящие попки нет мопчик такой расславянный становится плавянский мопчик это я уже в подробности тихи лезть не буду отсчет хорошо не будем да нельзя ж на стримах да тогда не просто с моей текущей запасом энергия ни к чему хорошо это улица босс босс имеет при себе достаточно мало способностей вызываются воид зоны из этих воид зоны выходят слизни слизни убиваем в момент их убийства они ауешат вокруг себя делая небольшую зеленую воид зону также на некоторое время босс будет делать отбивку это конус косты небольшого градуса просто-напросто нужно от них выходить мопцы вызываются мопцов можно поконтролить мопцов можно позамедлять как-либо пооткидывать каждый дошедший мобец бафает боссу дамаг на пять процентов выходит четыре мопца двоих троих лучше убить если зайдет один два мопца из четырех это еще не особо опасно самое главное выходить от кливов и убивать мобов не очень сложный босс и так как он первый на него дается героизм улица убивается никаких трудностей в нем не было увидено что скил килл гейминга я страта не полюб перед им яй ты палец да мне личинки сейчас убьют меня аккуратно волны я тотем поставил статую у тебя огромная статуя должна быть так что скилл и ты живешь радуйся сколько клевни попадай с РБГ просто с РБГ просто с РБГ олег олег крути в адов конечно супер боссы с тебя почему нет а аккуратно по стакам стоп 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 маленькие личинки вылезли проходя дальше к боссу деревцу можно увидеть уже различных мопцов конкретно кастер тот момент когда будем идти к оживленному голиафу кикаем касты особенно каст называющийся фетиш души потому что это разгон вражеских мобов ну для нас вражеских для них дружественных по хасте и по дамагу этот баф дебаф как я правильно понимаю он переходит от цели к цели при смерти дебаф можно спуржить дебаф можно магом засползтилить но уж лучше не испытывать судьбу и просто напросто сбивать эти кастики да и к тому же не во всех группах есть маг или какой-либо человек умеющий делать эти действия улица убивается трэш отходим от void зон каких-либо от корней от огня и от молнии которые бьют в землю внимательно следим за зараженным контролем только тех мобов которые нам нужны так не спать от вот случайно выпил не то чтобы топ но в рейдах они все хорошо показывают очень даже и Блад хорош Даже очень Ну у него мастяшка есть Весьма полезная утилита Контроль Следующий проблок я не стану сбить Бролечом Убейте быстрее Итак Оживленный Голиап Босс просто-напросто Чуточку напрягающий По своему таргет дамагу И по своему ауе дамагу Касательно таргет дамага Это все из-за того, что В человек какого-либо Может повешаться Корни Шипы души Которые периодически наносят дамаг Оглушают эту цель И вообще дело относительно Неприятное Так же у босса Ауешечка будет в момент того, когда мы его заведем в огонь А в огонь мы его заводим с той целью, чтобы он с себя сбрасывал косты Жатвы душ Заведя в одну Войд-зону Этого босса Конкретно в огонь Босс теряет около Двенадцати или пятнадцати стаков Жатвы душ Больше разгонять не стоит, потому что Каждый стак жатвы Увеличивает наносимый дамаг босса На пять процентов А двенадцать стаков Это уже шестьдесят процентов Это может быть критично Так что Не стоит испытывать судьбу Спокойно бьем босса Выбиваем людей из контроля Под сокрушение танковское Сейвимся, если нам это нужно Ну а в момент ауешки дикого огня Будут спавниться мопцы И этих мопцов нужно просто кайтить Они являются душами Как-либо законтролить, замедлить Откинуть, застанеть их нельзя Просто кайтим Ничего сложного в этом боссе в принципе не видно Даже на треническом модификаторе Бьем, кайтим, выбиваем Заводим, сейвимся Живем, хилимся, танчим Танки танчат, хилы хилят Дамагеры дамагают Ага, самое главное Это я забыл Заводить в огонь Стоит его только в тот Что является ближайшим Выводить его за ступеньки В целях поглощения огня Может быть весьма критично Потому что Босс может просто-напросто Сэвэйдиться Просто мне, допустим, наказ давать похоже А если тебя не сдашь Где наказ это сдашь Не знаю Кристос, обью защиту Выведу Мопцы, которые будут Нам докучать В момент Прохода нашего К триаде Имеют при себе Не очень-то много способностей Защитники Мопцы, мальчики Кастуют защиту Духов Ее можно просто-напросто Сбивать Ну, так же, как вариант Сползтилить Или Пуржить Это уменьшение Получаемого дамага У мопцов На 75% Бить в такой щиток Не особо приятно На самом деле Мопцы превращенные Имеющие модельку Как у Одной из Девочек Триады Уже делают Защитные свечи От них просто-напросто Нужно мопцов Отводить Так как Если Будут в них Мопцы стоять То это уменьшение Получаемого дамага На примерно 90% Бить в щиток 90% Еще как-то Больше не интересно Также Касательно Проходов Тут Либо Идем на эту лестницу Будет скорее всего Тут дверь открыта Либо же В редких случаях Открыта дверца Вперед По коридору Там вперед И направо Повернете Там будет дверца Зайдете Войдете Там босс Краткий Навигатор Вот так вот В этом инсте Он конечно Немножечко Работает Все что нужно знать Об этом трэше То что Сбиваем Все возможные Касты Ритуал вознесения Кастуют Мопцы девочки Это 100% Нужно Каст сбивать Иначе она превратится В одну из Мопцов Превращенных Я даже не знаю Как это нормально Назвать Этого мопца Типа знаете В пандарии Были мобы Чуть ли не все Ша к примеру Там Могу То есть По моделям Все это ясно Прекрасно А тут я даже не знаю Ну Окей Моп Превратится В одну из Ведьм Хорошо Пускай будет так Самое главное Сбивать косты Следить за ними И все будет хорошо Трэш спокойно Убивается Никаких трудностей Нету Что с ним будет Там 60 Я думаю Что Внуки будут Ненавидеть И губить Будут Деда Ну заебал Ну вы угомонисты Ну йокар Не нагнетай Не нагнетай Да Будет Ну он будет Заботливым Очень Дедушка Будет заботиться О внуках О своих Как о нас Заботиться Даже бы еще до старости Казахстан Понимаешь Он мне в дискорд Там писал Сякие Купи вот это Купи вот это Возьми Нет ДК не будет Сегодня ДК Раз в недельку Будет Только В виде Танкования Рейда И все Понял Понял А ну и еще Десятый ключ Нужно будет На нем Закрыть Ну кстати Может быть Завтра Послезавтра Сделаю Это на стриме Не хватит Что там Конечно Таймер Будет Ну как Получится Данжик Лови Да Монг Ну если Стрим Чуть ниже Открутишь Гот Тоже Пак Тот Убьем Ага Если Стрим Открутишь Ниже До Панели Виджетов То Там Абсолютно Все мои Персонажи И В текущий Момент У Монаха На 15 Или даже 16 Эквипов Больше Чем У ДК Про Уровень Неки Я вообще Молчу У ДК Что 18 19 У Монг 24 С Лови Накидал Врасов Сразу контроли Отдать Там Пора Лечи Чтоб Типа В КДшки Посадить Ну Бой С Триадой Ведьм Итак Все что нам нужно знать Это то что изначально Намного Проще Вычистить Абсолютно Всю Платформу Потому что Кто знает Что может Случиться Триада Ковина Мертвых Сердец Такая Не особо Лучшая Компания Которая Может законтролить И Законтроленный Человек Просто-напросто Откинет вас В какой-нибудь Трэш-пак Трэш-пак Пулится И вообще Все как-то Негативно С этого Уйдет Ну да ладно Начнем Рассматривать Конкретно Боссов Их три И Самая основная Механика Заключается В Радужном Кристалле Активный Босс Будет Пополнять Себе Запас Энергии Он будет Увеличиваться На 2 единицы Раз в секунду А в тот момент Когда запас энергии Достигнет 100 единиц Ведьма Достигнувшая Этого количества Сделает Каст Называемый Ужасный Ритуал Это Взрыв Темной энергии Наносящий Большое количество Урона От темной магии Всем противникам В теории От него Можно выжить Но на практике Он убивает Всех Без Какого-либо Сейва Первым боссом Вызывается Сестра Солена Обычные касты Как и Абсолютно У всех Мопцов Которые Можно Да и даже Нужно Кикать Также Аура Которая Есть Абсолютно У всех Сестер Но только Разные Ауры Конкретно У Солены Это Аура На минус Отхил 50% Ну а Ее особый Каст Это управление Душой Самый Обычный Контроль Таргета Следующий Босс Вызываемый По циклу Это Маладия Аналогичный Каст Губительная Стрела Урон От всех Этих Стрел От всех Этих Кастов Усиливается В момент Активности Боссов Неактивным Боссом Касты Еще можно Не кикать Активным Нужно Кикать В стопроцентом Случая Аура Темного Ужаса Если Вы Стоите На месте По вам Наносится Ежесекундный Дамаг А именно Вешаются Стаки Которые Настакиваются И чтобы Их Сбросить Нужно Просто Походить Влево Вправо Ну либо Просто Напросто Попрыгать Кому Как Удобнее Что то Схожее С Верхним Каражаном Конкретно Вторым Боссом Ну а Особой Каст Ее Это Нестабильная Руническая Метка Она Отмечает Реально Находящихся Противников Рунами Которые Наносят Ежесекундный Дамаг В течении 6 секунд А по Истечении Действия Этого Эффекта Либо Его Рассеивание Эта Метка Взрывается Нанося Дамаг В радиусе Абсолютно Всем Союзникам Этой Цели Следующий Босс Который Вызывается Интересная Механика Схож Модификатор С Мучительным Ее Дебаф Будет Тикать По цели До тех пор Пока Цель Не получит По себе Значение Ахп Более 90% Ну а Ее Аура Просто Наносят Дамаг От Шипов Физическим Уроном При каждом Полученном Ею Уроне Хилу Стоит Прохилить Цель И Все Будет Хорошо Почему Вайп Спросите Вы Все Просто Босс Кастовал Ужасный Ритуал Мы Не справились Со Своим Дамагом Дали Очень Мало Дамага Поздно Выбили Человека Из Контроля С героизмом Мы не смогли Босса Убить Без Героизма Мы Сейчас Убьем Просто Нужно Правильно Затаймить Бурсты Более Сказать По этому Боссу Нечего В принципе Все Просто Самое Главное Обдумать Первоначальные Действия Скула Отсчет Дай ты Скула Я Отставлю Солен Вот Эту Надо Очень Важно Чтобы Не было Стак Повесился Должны Сразу Двигаться Каст Подвинулись Каст Подвинулись Каст Я ее Забурщу На второй Фазе Все Сейчас Попроще Сейчас Рефлект Вот Вот Это Биг Дота Биг Дота Это Пиздец Мы откикаем Всякие Кастики Что-то Блять Нинжам В нашем Бое Надо Сейгули До 90% Прохил Она Снимется Тогда Биг Дота До 90% Прохил Посоление Играем Ее Прохиливать Надо В мили Встаньте Чтобы Мы Сбили Контроль Быстренько Сбиваем Ох Ебать Ну Так В мили Зоне Минус Съел Я умру Не знаю Что с тем Сделать Ресаем 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 Сэйв нажал Именно Сэйвы Не хилки А сэйвы Нажмите Курс Даю Череп Кил Двигайтесь Так На мне Вайда Аккуратно Вайда Пропала На мне Опять Вайда Вайда Вроде Как Пропала Летим Нет Я себя Прохилил Не снялась Нет Не снялась Пьем Шоса Тебе Привет От Эрка Босс Убит Спускаемся Вниз И Потихоньку Чистим Трэш К Предластовому Боссу И так Все же нужно знать О нижнем Трэше Так это В принципе Абсолютно Ничего Он Просто Замиксован Со всех Коридорчиков Ну конечно Кроме Личинок И Кикаем Косты Выводим Из Свечей Сбиваем Ритуалы Вознесения Ничего Сложного Нету Спускаемся Вниз И Убиваем Почти Весь Трэш Что-то Конечно Можно Скипнуть Но Мы решили Этого Не делать Просто Смотрите По Своим Процентам Еще Процентам Чуть Надо Матроны Только Бит И Все Не хватало Р Хороший Там Один Не один Лучший Танк С Который Я играл Тогда Так На мне Добавки Я в уголок Так Оно На всех По-моему Вешается На всех Людей Не только На всю Пати Вешается Добавка С ним Надо Спрейдиться И все Так Тебя Телефон Вот Это Тебе С ним Надо Больше Обсудить Батлнет Ему Отпиши Там Батлнет Так Вроде Было Открытый У него На В Прогрессе Так Что Дерзай Батлнет Зачем мы этих сейчас били? Нам же они не нужны были вообще Мы скипнем, знаешь, кого? А, этих самых Которые к боссу, да-да-да Так, сейчас тут кидаю контроль Ага, контроль не кидаются Киляем тогда по салатаргета Черепушку Вообще, это неприятно Вылажу Еще не скоро, секунд через 10 3, 2, 1, поехали Ну я точно помню, кто-то было То есть написано, что это Снимай, снимай Я тебя приселил, потому что Унеселось Ну там, видимо, не 90 Вы личинки бить будете? Нет Одну, не одну Через Оцелью сейчас этих суржей Ягров С этой кнопкой спелбуки Находите ее, каждый раз в полчаса Вадим, 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 вадим Клименты, вадим, вадим, вадим Клименты, ваним Клименты, ваним убили вторую тоже убили все играем мне приходится ее кликать, я честно скажу потому что у меня на ход кей некуда то есть ставить в чем проблема-то? у меня все ход кей заняты я вообще так поделал а не просто так стояно стояно поделал что мог бы поделать эффективно, да да, хорошо мобильный и полезный нам надо еще, блять, успеть браться надо отпевайся Геру тут или на ласте? я думаю на ласте на ласта давай, да героизм дается на последнем боссе все-таки он чуточку опаснее там есть некий софтен рейндж то что вы можете наспавнить большое количество мопцов и просто-напросто каких-либо контролей или фляг для сожжения вам не хватит но об этом все-таки позже перед нами лорд и леди уэйкрест изначально с нами играет лорд а только потом к нам прыгает леди после того, как по-моему то ли три, то ли четыре раза она отхилит своего лорда полностью итак что нам нужно знать о лорде тикающий дебаф по цели далее воид зона из которой просто-напросто нужно выйти ну а также после каждого вливания жизненной силы то есть после каждого фул отхила лорда он получает увеличенную хосту на три процента и увеличенный дамаг на три процента то есть получается сколько стаков он получил столько раз она его и отхиливает вот это лайфхак я сейчас только что выявил ну а леди когда к нам прыгает у нее уже остается там достаточно мало хп поэтому воины могут сразу начать с ней игру в экзекут она делает каст сокрушающий аккорд его можно просто-напросто сбивать а также стоит выходить из воид зон каст называется нестроенная каденция ну а передача жизненные силы конкретно отхиля лорда уже было сказано чуточку ранее простой босс требующий выхода из воид зон и всего такое прочее я не хочу с эти вещи идти мы вчера в ней стримы десятку прошли на ласте лайкнулись зафейлили 2 2 1 мы там через особую тактику играем не хочу ее пока на стриме светить быть может она очевидна для некоторых людей сидящих на стриме но что-то пока нет пока нет попить да так я пулю сколько трех мопсов и нам этого хватит и вниз 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 прыгните все да 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 трех ауешем без брустов накапливаем ресурсы стандал мы под инвизами пройдем масс инвестам и тут была самая главная ошибка сейчас вы ее увидите и попройдешь буду посмотрим лево справа обходить их лучше не знаю как все удобно справа да да 3 2 1 поехали и и запол понял и ты заполил мать окей ауешем быстренько их не это не пройти когда то так плотно там не пройти мы я даже не понял как это работает но мы проходили ну не знаю потеряли время можно было всех 7 да запулить и убили угу ну кто знал кто знал тут ну их не пройти тут я не знаю я вот вот при таком расположении они пробегаются только на этом хильте себя хильте себя отбилась даю отсчет давай давай ездить так сделав все правильно мы добираемся до последнего босса и при этом еще успеем даже убить его в таймер гарак тул имеет при себе немного способностей к тому же нам еще будет помогать инквизитор йорик он будет нам кидать алхимический огонь и этот огонь будет сжигать трупы всех находящихся поблизости мечных смертью поработителей эти поработители периодически вызываются таргетятся в какую-либо цель делают линзу смерти что нам нужно делать что нам нужно делать с этим костом что нам нужно делать с этими мопцами линзу можно сбить паралич откидывание дезориентация весь этот арсенал способностей поможет нам сбить линзу в момент смерти мопца желательно конечно чтобы это все умирало под боссом неразрозненно кидается в мопца алхимический огонь намного лучше сделать так чтобы кастануть алхимический огонь в двух мертвых мопцов но у босса есть каст называющийся сущность ужаса есть конечно этот каст он крайне печален и так тот момент когда у босса будет 100 энергии нанесется по нам небольшой ауе урон да и еще к тому же мертвые поработители воскрешаются те поработители у которых мало хп они регенят себе фул столб и нужно очень грамотно все это дело затаймить ну а темная молния это обычный каст который сбивается нанося урон сжигая мобов босс убьется легко удачи вам в прохождении этого подземелья берегите ноги до скорого в 70 перчатки к кому подожди тут братцы крит искусность какие то ты у кого у олегушки матушки и гули перчикам высокий там да я бы взял матушка я бы запястье взял давай 4 шмотки easy блять матушка сад ну а что подожди может у него есть там что то не давай ему пока может у него там норм там все не надо им ну у него восьмидесятый иначе в виде жизни сейчас цепи от меня возьмут